Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Зажигаем огонечки, если хорошо видно и слышно. Спасибо. Да, подходит к концу учебный год и вебинарный год, и это последний вебинар от издательства Директ Медиа на площадке Директ Академии, но мы уже во все готовимся к следующему сезону, и ждет нас очень много интересного. Спасибо. Наш сегодняшний вебинар посвящен, как всегда, актуальной теме, актуальнейшей теме настоящего времени, западные санкции и их влияние на Россию. Вебинар сегодня затронет очень много острых тем. Основой, поводом для проведения такой интересной встречи послужила книга Владимира Викторовича Моисеева «Санкции и их влияние на экономику России». Собственно говоря, вебинар имеет одноименное название. Санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом и другими государствами против России в 2014 году, были направлены на ослабление экономики нашей страны. Изначально европейскими и другим западным компаниям было запрещено экономическое сотрудничество с Россией, банкам было отказано в кредитах на срок более трех месяцев, а также был запрещен длинный список экспорта современных технологий и комплектующих. Коллективный Запад отреагировал на начавшуюся 24 февраля 2022 года силовую спецоперацию ужесточением санкций, добиваясь полной экономической и политической изоляции Российской Федерации. В настоящий момент, если не ошибаюсь, пакетов санкционных уже 11. Это комплексные антироссийские санкции, которые оказывали и будут оказывать замедляющее воздействие на российскую экономику. И в то же время санкции, действуя бумерангом, снижают рост ВВП в Евросоюзе, повышают инфляцию, создают другие проблемы инициаторам антироссийских санкций. На вебинаре мы обсудим множество волнующих вопросов. Какие могут быть санкции в принципе, опыт в введениях в мировую историю, как Советский Союз справлялся с санкциями, причины и последствия антироссийских санкций настоящего времени, как современная государственная политика противодействует санкциям, введенным в Россию. Я с огромным удовольствием представляю спикера нашего вебинара Владимира Викторовича Моисеева. Доктор исторических наук, профессор, действительный член, академик Российской Академии Естественных Наук, действительный член Академии Наук Социальных Технологий и Местного Самоуправления. Наш многолетний автор и гордость создательства Директ Медиа. Владимир Викторович, приветствую вас. Добрый день. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить вас с важным событием, которое недавно произошло. Владимир Викторович участвовал во встрече выпускников, посвященному 50-летию выпуска Высшего политического училища. И мы очень рады, что приняли небольшое участие в этом мероприятии, подготовили вот такой альбом, который делали совместно с Владимиром Викторовичем. Конечно, он все материалы подготовил с доскональности, с четкости, с корпулезностью, вспомнил всех своих однокурсников, рассказал о них. И все это мы вылили вот в таком замечательном альбоме. Я надеюсь, что он понравился и вам, и вашим однокурсникам. Так что примите наши поздравления. Это большая честь работать с вами, участвовать в мероприятиях, которые вы организуете, даже на таких вот общественных началах. Владимир Викторович, что ж, у нас сегодня интереснейшая тема – санкция. Как жить дальше? Будет ли нам легче? И вообще, с чего это все началось? И закончится ли в скором времени? Предоставляю вам слово. С удовольствием будем слушать. Друзья, внимание! Добрый день всем участникам вебинара. Анны Ивановны, отдельный мой приветственный, восхитительный ответ на то, как она меня похвалила. Надеюсь, заслужено. Видно ли вот сейчас на экране то, что буду я вам говорить? Если нет, пусть моя презентация останется за кадром. Тогда меня просто слушайте. Книга новая. Вышла в издательстве Директ Медиа в 2023 году. Свежая. Она майская. И в этой книге действительно изложено то, что Анна Ивановна рассказала вам на основе введения в эту книгу. Да, книга о санкциях. Что ж такое санкции? Под санкции понимаются односторонние ограничительные меры, запреты, различные рестрикции, то есть наложение каких-то давления какого-то оказывать на нашу страну. С тем, чтобы заставить политическое руководство отказаться от принятых ранее решений. Отказаться, в частности, от специальной военной операции. Нужно сказать, что санкции, они делятся на несколько разделов, на несколько видов. Прежде всего, секторальные санкции, то есть те, которые воздействуют на тот или иной сектор экономики. Ну, например, самые болезненные для нас это энергетический сектор. Это тот, который поставляет на экспорт наши углеводороды, то есть нефть, газ, нефтепродукты. Ну, еще секторальные, может быть, на удобрения, на металлы. Все это уже введено, опробовано. И, конечно, это какой-то след остался на лице нашей экономики. Какой-то шрам, если можно так фигурально выразиться, у нас образовался. Об этом я скажу позже. Самое, конечно, было еще печальное, что заморозили наши суверенные активы, которые по какой-то ошибке были размещены за рубежом. Как можно драться с соседем, если у соседа лежит заначка на черный день в сумме 300 миллиардов долларов? Ну, если умножить на 80, это 24 триллиона. Это больше, чем годовой доход нашей страны. Ну, об этом чуть позже. А это было в качестве введения, что какие же санкции, я вам сказал, какая же главная цель. Я уже сказал, повлиять на политическое руководство. Вторая цель – ослабить экономику страны. Для чего? Для того, чтобы жизнь народа была хуже, чтобы вызвать недовольство, ропот и вызвать, как недавно сказал президент, к действиям пятую колонну, которая бы подняла мятеж, которая бы совершила революцию, и устранила бы существующий правопорядок, существующую систему государственного управления. Надо сказать, что частично это удалось. Но будем по порядку. Давайте сначала расскажем не о политических, а об экономических санкциях. Экономические санкции, они начались с того, они начали в 2014 году, как правильно сказала Анна Ивановна, начались с того, что компаниям и банкам запретили вести бизнес в России. В результате этого нашу страну покинули сотни зарубежных компаний. Некоторые говорят, что уже больше тысячи и таких крупных компаний, которые, вот в книге там есть их перечень в приложении, там и Volkswagen, Audi, Mercedes, это и другие автомобильные концерны, это и те, которые занимались продуктами питания, и которые выпускали одежду, создавали совместные с нами предприятия. И вот теперь они законсервировали свое производство, прибегли к увольнению сотрудников и уехали из нашей страны. Правда, им не разрешили забрать с собой капитал, но это хватило ума их заморозить эти деньги. Покидают Россию, к сожалению, не только иностранные компании за санкции, но и отечественные бизнесмены, владельцы крупного и среднего бизнеса, IT-специалисты, а также представители технической и творческой интеллигенции, которые по каким-то причинам не согласны с военной спецоперацией в бывшей Братской Республике. Но это дело каждого. Я не буду сейчас это оценивать, речь идет пока о санкциях. Экономические санкции затронули ключевые сферы российской экономики, в том числе, я уже говорил, добычу и экспорт углеводородов, банковскую сферу, финансовые институты, обрабатывающую промышленность. Я буду об этом говорить, но сначала давайте-ка мы посмотрим короткий фильм по этому вопросу. Вот я сейчас его включу. Первый фильм. Друзья, Евросоюз запретил импорт битума и каучука из России. Страшно, правда? В конце февраля Евросоюз ввел уже десятый пакет санкций против России. К этому моменту уже было введено столько ограничений, что дело дошло до битума и каучука. Ну, вообще, когда год назад начали вводить санкции, говорили, что экономика России от них просто рухнет. Но этого так и не случилось. Осенью прошлого года Владимир Путин вполне позволял себе рассказывать про санкции анекдоты. А зимой заявил, что единственная цель санкций — это заставить российский народ страдать. Но он, Путин, этого, конечно же, не допустит. Ну, вот видите, наш президент делает правильный вывод, что санкции на нас пока не сильно действуют. Ну, давайте еще немножко посмотрим, почему же экономика наша устояла. Ну, это недолго. Уже целый год прошел с того времени, как эксперты разного уровня диванности обещали нам, что российская экономика вот-вот рухнет. Но почему отечественная экономика устояла и вроде бы даже не рушится? Общий шалом, ты на канале «Экономисты на час», меня зовут Рами Зайцман, и сегодня ты узнаешь секреты российской экономики. Еще летом 2022 журнал «The Economist» выпустил статью, которая называлась «Почему российская экономика продолжает превосходить ожидания». Издание пишет о том, что основной целью санкций со стороны западных стран было вызвать в России проблемы с ликвидностью и кризис платежного баланса в краткосрочной перспективе. Еще нужно было лишить Россию современных производственных высокотехнологичных мощностей в долгосрочной перспективе. Сейчас почему-то забыли заявление Байдена про то, что российская экономика благодаря санкциям находится в полнейшей заднице, а доллар уже там 200 рублей. Кстати, про доллар и про 200 рублей он заявлял несколько раз. 200 рублей. Западные экономисты говорят о том, что российская экономика является 11 в мире и еще никогда не приходилось накладывать санкции на такого крупного экспортера. До этого западные демократы тренировались на Иране и Северной Корее, но эти страны с куда меньшей экономикой. Россия занимает второе место в мире среди экспортеров нефти, к тому же Россия занимает четвертое место в мире среди экспортеров электроэнергии. А еще Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. Доля российской пшеницы в мире аж 13,6%. Сейчас я не буду перечислять другие параметры, просто знай. Россия это крупный экспортер, которого нельзя просто так взять и убрать из мировых экономических цепочек. Без значительных последствий. У американского правительства была уверена, что если надавить на нефть и на газ, то российская экономика посыпется. В 2014 году ныне покойный сенатор Джон Маккейн говорил. Россия это страна-бензоколонка, которая притворяется страной. Экономика России полностью зависит от нефти и газа. Ну что, надо сказать, что частично прав, не полностью, но хотя бы на 50, а некоторые года на 60% бюджет страны зависел от доходов экспорта газа в Европу и нефти в другие страны мира. Конечно, это очень тяжело было нашей стране переключать свои нефтяные потоки, газовые, в другие страны. Конечно, тяжело, но помогла все-таки правильная политика нашего правительства, президента, финансового блока, когда они решили сотрудничать с Китаем и Индией. Индия, если я не ошибаюсь, в 13 раз за год нарастила экспорт, вернее, импорт нефти. Это у нас экспорт, а когда страна получает, это импорт. Импорт российской нефти. Причем по-хитрому, с дисконтом, то есть с уменьшением цены на 30%. Китай тоже самое покупал нефть и тоже с ограничениями в цене, но мы завалили их объемами. Если трубопроводов не было, тогда в ход пошли танкерные суда, вовремя купили 400 или арендовали 400 танкеров. Я вот был с женой рядом с Новороссийском в Кабардинке и видел, как ежедневно заправлялись суда по нефтепроводу, поступающим в Новороссийск, заправлялись и уплывали в другие разные страны. Причем флаги были не российские. Флаги были тех стран, чьи были суда. Но это, наверное, для того, чтобы пройти Босфор, Дарданелло, потому что были санкции на экспорт нефти из России по морским путям. Ну что, нужно еще сказать, что санкции коснулись и у нас... Опа, это будет другой. А я хотел вам еще рассказать, как санкции коснулись наших олигархов. Олигархов, то есть тех, кто у нас ведет крупный бизнес. Вот надо сказать, что уже 26 февраля 2022 года нашим олигархам запретили золотые паспорта. То есть, если они инвестировали, допустим, 100 миллионов долларов в эту страну, то эта страна автоматически выдавала зарубежные виды на жительство, чтобы там обосновывались их семьи и они сами, когда они решили покинуть Россию. Вот в Лондоне есть такой микрорайон, называется он Лондонград. Там уже насчитывается свыше 300 тысяч российских, бывших российских олигархов и членов их семей. Вот там они обосновались, там они живут, там они пережидают специальную военную операцию. Там Чичваркин, там Пугачев из известных, там же и Роман Абрамович. Вот такие дела убегают наши бизнесмены, когда пахнет жареным. Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза решили заблокировать активы Банка России. Вот до этого ЦВ под западные санкции попадали только Иран, и Сирия, Афганистан, Венесуэла. И везде была заморозка. Но вот почему-то наши финансовые власти, та же Эльвира Набиулина, не учатся на примере других стран, той же Венесуэлы, когда там были события не так давно, и заморозили все активы. Однако они еще держали наши доллары, наши евро, фунты стерлингов за рубежом в банках, вкладывали в ценные бумаги, в том числе государственные облигации Соединенных Штатов. Тем самым они вкладывали деньги в экономику наших противников, помогая выпускать снаряды, бронетранспортеры, танки, самолеты, которые потом вернутся к нам, но в виде уже бомб, снарядов, которые обрушатся на голову наших ребят, которые отстаивают интересы нашей страны на Украине. Как можно деньги, 300 миллиардов отдать своим противникам? И как планировалась эта, с позволения сказать, операция, если деньги заранее не вывели? Я считаю, это было неправильно. Какие еще были санкции вот против нашей страны, против наших людей? Вот были санкции против Северного потока-2. Построили, вы заплатили десятки миллиардов евро за строительство по дну Балтийского моря. Северный поток-2, а он должен был торговать по этому потоку, должен поступать газ в Европу 55 миллиардов кубометров. Теперь поступает ноль. Ну почему? Потому что были санкции. Их сначала закрыли эти газовые нити, транспортные, межконтинентальные газопроводы. А потом и взорвали. Вы об этом знаете. Но взрывают это не санкции, а вот закрыть, не разрешить им, что ли, как бы это правильно сказать, чтобы внедриться в систему газораспределения Германии. Ну, до Германии это был газопровод. Но не разрешили. И даже не помог и Шрёдер, который вот это вот Нордстрим-2 возглавлял эту дочку Газпрома. А вот Верховная Рада в марте 22-го года Украины тоже приняла санкции против нашей страны о принудительном изъятии российской собственности в этой стране. И 10-го марта уже начались аресты этой собственности. И все те структуры, которые были под суверенным началом нашей страны, они были арестованы и переданы на баланс Украинской республике, бывшей нашей братской республике. Конечно, это очень печально. Вот против чиновников были введены санкции. Не только им визы закрыли, но и закрыли их авуары. То есть то, что их активы, то, что они там хранили в банках, европейских банках, в том числе в швейцарских банках, деньги, накопленные непосильным трудом в нашей стране, на них были переведены, ну, разрешило наше руководство экспорт капитала. Пожалуйста, экспортируйте, но на законных основаниях. И вот они туда перекачивали деньги, которые зарабатывали здесь. И даже с помощью коррупции. Некоторые чиновники там держали миллионы. Откуда, например, у нашего первого руководителя, первого канала 2 миллиона долларов обнаружили в Панамах? Потому что у него были возможности обогащаться лично, использовать свое служебное положение. Ну, это я говорю про Эрнста, директора, генерального директора этого канала. 2 миллиона долларов умножить, если на 80, это будет 160 миллионов. Ох, это долго мне считать, не буду считать чужие кошельки. Вот так их немножечко решили потревожить, чтобы они выступали против нашего руководства. Но, к счастью, этого не случилось, потому что наше правительство, наш президент ведут свою политику, гася недовольство наших чиновников и олигархов на самом корне. Запретили нам и такую платежную систему, через которую шли деньги в Европу, в США, в другие страны. Называлась эта система SWIFT. Ну, что ж, жалко, конечно, но тогда мы стали переводить через казахские банки, банки других стран. И вот 11-й пакет, который принял Евросоюз, он направил на то, чтобы России было труднее обходить эти санкции, чтобы не было параллельного импорта. Ну, то есть, если запретили, например, те же чипы экспортировать из Европы, то тогда мы получали эти чипы из Казахстана, из Армении, где экспорт этих чипов возрос в десятки раз. Ну, Европа отследила и говорят, если они будут это им еще продолжать, то санкции будут наложены и на эти страны, так, на третьи страны. В целом перекроются нам потоки вот этих вот поставок товаров двойного назначения. К сожалению, без чипов ракеты не летают так, чтобы точно поразить противника на Украине. Что нужно еще сказать? Ну, конечно, еще нам заморозили облигации федерального займа. Если наш финансовый блок, министр финансов Антон Силуанов, размещал облигации федерального займа на лондонских биржах, в других местах, и тем самым деньги поступали дополнительно в экономику, чтобы строить новые предприятия, новые газопроводы. В частности, вот, например, нужны сейчас деньги, чтобы построить новую ветку магистрального газопровода через Монголию. Владимир Путин, президент наш, договорился с Изинпи, чтобы построить новую ветку и чтобы увеличить поставку газа, конечно, дешевле, чем в Европу, но все-таки объемы, чтобы сократить это, не сокращались. Чтобы все-таки поток не превратился в ручеек, и чтобы наш бюджет наполнялся. Ведь мы из-за того, что потеряли рынок сбыта в Европе, потеряли около трех триллионов рублей в государственном бюджете, не досчитались. Ну, конечно, это больно. И в то же время наша страна ищет новые пути, новых покупателей. И в чем-то это мы уже преуспели. Я уже говорил, что удалось уменьшить воздействие санкций благодаря Китаю и Индии. Ну что ж, нужно еще сказать, что вот за 4 месяца 2023 года, я говорил, это было за прошлый год, около трех триллионов, а вот только за 4 месяца 2023 года, по данным Министерства финансов, дефицит госбюджета превысил 3 миллиона 400 миллиардов рублей. Это на полтриллиона больше, чем предусмотрено законом о бюджете на весь 2023 год. Ну и, конечно, чтобы наполнить бюджет, какой способ использовало наше правительство? Обесценение денег. То есть девальвация рубля. Вместо того, чтобы доллар стоил 55 рублей, он теперь стоит 85 рублей на 30. А что такое, если, например, 100 миллиардов долларов продать на 30 рублей больше? 100 на 30 получаем 3 триллиона дополнительно. Вот и весь, пожалуйста, весь результат от девальвации. Кто страдает от девальвации? Прежде всего, население. Выигрывают банки, выигрывает государство в виде госбюджета, наполняется госбюджет, потому что у нас есть еще оставшиеся резервы в фонде национального благосостояния. Вот эти доллары меняют на рубли через биржу. И, пожалуйста, получайте дополнительные деньги. А что население получает? Население получает дополнительную инфляцию. Но если, например, автомобиль стоил миллион, теперь он уже стоит два с половиной. Если литр японского масла мне для замены в двигателе стоил всего тысячу, а теперь он уже стоит две с половиной, вот пять тысяч четыреста мне надо отдать за то, чтобы заменить масло. Но ведь зарплата у меня настолько не повысилась, так же, как и у вас. Поэтому я говорю, что санкции бьют прежде всего по людям, потому что своего производства нет, например, одежды. Вот то, что вы носите, посмотрите на себя, ведь это же сделано за границей. А ведь купить надо будет теперь не за 55 рублей, а за 85. Да еще к этим 85 прибавить еще свою прибыль должен этот предприниматель. Вот вам и сапожки из Италии, вот вам и одежда из Турции. А все это будет уже подорожало, и не дай бог, если будет еще дорожать. Ну что, давайте еще что-нибудь посмотрим. Ну вот у меня есть фильм, ну, транзит через Казахстан. Как нам 11 пакет хотят закрыть параллельный импорт. То есть, чтобы мы не ввозили товары из Европы, в том числе одежду, обувь и прочее, а ввозили через другие страны, и не получилось. То есть, вот сейчас я посмотрю, где же у меня вот этот... А, вот он, транзит через Казахстан. Биржевые цены на газ в Европе оттолкнулись от минимума за полтора года и выросли на 10%. В моменте они достигли почти 500 долларов за 1000 кубометров. О самых значимых событиях этого утра из мира экономики за 10 минут. С вами Богдан Прихода. Здравствуйте. Казахстан с апреля ограничит параллельный импорт в Россию. Благодаря новой системе учета, таможенники смогут в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе. Об этом пишут Financial Times и Евразия.нет, ссылаясь на чиновников республики. Собеседники издания подчеркивают, что правительство Казахстана не вводит никаких ограничений в торговле с Россией. Однако власти не позволят обходить западный эмбарго. По их словам, страна понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, и следит за поставками. Эксперты и логисты не раз говорили, что Казахстан стал площадкой, откуда большая часть товаров по параллельному импорту поступает в Россию. О динамике говорят и данные Бюро национальной статистики республики. В прошлом году экспорт в нашу страну вырос на 25% по сравнению с показателями 2021-го. Как пишет Рейтер, в последние недели российские компании завалили просьбами своих партнеров из Казахстана помочь обойти международные санкции. Речь шла о самых разных товарах, от телефонов и подшипников до самолетов и редкоземельных металлов. Возможно, такой бум связан с проблемами поставок санкционки через Турцию. Сначала обрезали Турцию, сейчас ограничения будут по Казахстану, по всем остальным направлениям. Поэтому я думаю, что так безобидно возить по всем этим направлениям ничего не получится. И дело совершенно не в логистике, а именно в политических ограничениях. Поэтому понятно, что транзит через любую страну будет очень ограничен и будет сжиматься. Так что логистам возить просто физически будет нечего. Ну или будет очень мало грузов, которые им доступны. Напомню, что в начале марта российские логисты столкнулись с проблемами импорта санкционных товаров из Турции. Позже все вроде удалось наладить, однако не полностью. Руководство Евросоюза, а также власти США начали уделять особое внимание возможному обходу санкций. В Брюсселе подчеркивали, что поток экспорта в государства партнеры России резко вырос одновременно со снижением прямых поставок в Россию. Корректируют направление. Новый 11-й пакет европейских санкций против России будет направлен на борьбу с обходом ограничений, заявила глава Верхкомиссии Урсула фон дер Ляйен. Правда, когда объявят новые ограничения, она не уточнила. Мы предусмотрели в 10-м санкционном пакете возможность включения в список либо физических лиц, либо компаний, в том числе и в третьих странах, которые обходят санкции Евросоюза против России. Однако этого недостаточно, и поэтому 11-й пакет санкций будет в основном касаться вопроса обхода ограничений и того, как мы можем этому помешать. Ну вот видите, они делают выводы. 10 пакетов ввели, но получается, они очень сильно работают. Правда, есть отрасли, где очень больно ударили санкции по этой вот отрасли. Это касается нашей авиационной промышленности, касается самолетов. Вот санкции были введены на самолеты, которыми перевозят наши авиаперевозчики. В основном это Боинги и Аэрбасы. И вот было арестовано сразу 777 чужих самолетов. Но с чужого коня в грязи же слезают люди. Поговорка не зря же говорит, что с чужого коня в грязи слезешь. Вот нужно летать, а самолеты не выпускают за рубеж, потому что они арестованы. Я вам скажу, что эти вот самолеты были взяты в лизинг, ну в аренду у других стран, у США и Евросоюза. И теперь им запретили летать. Ну и еще те, которые были уже за границей в это время, их сразу арестовали, это около 80 с чем-то самолетов. Вот смотрите, около 1000 единиц оказались на земле. А свои самолеты? А вот своих-то выпускают у нас без помощи тех стран, которые воюют против нас на Украине. Ведут, как говорят, гибридную войну, информационную и такую горячую с помощью поставок техники, боеприпасов. Так вот, они вынудили нас, чтобы мы сами выпускали теперь самолеты. А выпускают-то только два самолета в год. Без иностранных комплектующих, без иностранных запчастей, только два самолета в год. Ну, я вам сейчас кое-что на эту тему покажу. Вот немецкий журнал как раз об этом нам говорил. Так, вот сейчас вы увидите. Только надо мне сейчас 1 включить так, чтобы это было не сразу. А дальше, дальше, дальше. Это у меня здесь 1,37. Вот тут я сейчас вам включу. Западные санкции в авиационной сфере обрушат рынок пассажирских авиаперевозок в России. Автор материала сообщает, что чиновники ЕС США и Канады заявляли, что по меньшей мере 75% парка гражданской авиации будет выведено из строя в России за счет одностороннего расторжения лизинговых договоров с российскими авиакомпаниями и запрета на ремонт и обслуживание иностранных самолетов в России. Однако спустя год стало ясно, что западные санкции против России в авиации не сработали. Западные чиновники оказались не готовы к тому, что российский президент даст поручение на фактическую экспроприацию иностранных самолетов, принадлежащих западным лизинговым компаниям, и на перегистрацию их в российском реестре. Решение по смене юрисдикции лайнеров нанесло серьезный удар по крупным страховым компаниям. Сейчас поясню. Дело в том, что президент России Владимир Путин дал команду перерегистрировать с Бермудских островов, где они были эти самолеты зарегистрированы и записаны в лизинг за Россией, перерегистрировать на Российскую Федерацию. И тогда с этой регистрацией эти самолеты Боинги и Аэрбасы получили право летать по России, внутри России. Но речь не идет, чтобы они полетели за границу. Страховым компаниям Европы и США, столкнувшимся с необходимостью выплаты страхового покрытия лизингодателям, пострадавшим от утраты воздушных судов. Еще больше урон понесли европейские авиаперевозчики, потерявшие миллиарды евро ввиду необходимости облета огромной России с севера либо с юга. Еще один удар был нанесен по интересам Аэрбас и Боинг, которые потеряли заказы на поставку самолетов от российских компаний, потеряли доходы от обслуживания 500 самолетов России и лишились поставок российского Титана для изготовления новых лайнеров. Ну что ж, мне нравится ход рассуждений вот этого комментатора, что они сами себе навредили, то есть якобы выстрелили себе в ногу. Они не могут нам продавать машины летательные, лайнеры, аэробусы, аэрбасы, Боинги. Кстати, они выпускают, вот одна компания Боинг выпускает в год свыше 600 самолетов. Наши выпускают только два самолета серии Ту-96. Но они сразу переходят в летный отряд номер один, который возит высших чиновников Российской Федерации. А вот таких дальнемагистральных и широкофюзеляжных, как Боинги, у нас других самолетов нет. А вот есть среднемагистральные, средней дальности. Это вот Суперджет-100 и еще МС-21. Об этом в книге тоже хорошо написано, я только вам несколько приведу фактов. Свыше 50% в этом самолете Суперджет-100, который Погосян каким-то образом внедрил в наше правительство, получив несколько сотен миллиардов рублей на подготовку к сертификации этого самолета. Он говорит, что это наш самолет, российский самолет. Его будут покупать все. Но в этом самолете нет российской кабины для летчиков, нет тормозной системы российской, нет колес своих, нет авионики, это самое главное, то есть свой-чужой. Вот если за прошлый год произвели 31 самолет, то летать могли только 9. На остальных нет комплектующих, он не взлетит без авионики. Это система свой-чужой, автопилот. То есть вот электроники нет. И вот составлен нашим Министерством промышленности и торговли специальный план, чтобы довести этот самолет до 100% российского. Вот здесь как раз импортозамещение. Наш социолог, он закончил социологический факультет МГУ, не имеющий отношения ни к промышленности, ни к торговле. Но такого специалиста другого не нашли в нашем, в администрации президент. И назначили в 2012 году, еще до санкций, вот как раз Мантурова. Этот министр Мантуров, теперь возведенный в ранг вице-премьера правительства, не удосужился посмотреть, а что это за самолет такой, а будет ли он летать после санкций? Ну, то есть в таких вот обстоятельствах, когда у нас мы будем в окружении недружественных стран. И вот эти поставки обрезали, в том числе из Германии, из Швейцарии, из США, из Франции. Ну вот в этой книге вы найдете там перечень этих компаний, которые поставляют комплектующие, то есть из чего комплектуется этот самолет. Ведь там только фюзеляж, то есть сделано из вот либо композиты, то есть алюминий вместе с пластмассой, либо чистый алюминий. Так вот только свое. А дальше-то начинка-то вся импортная. Ну и как же этот министр импортозамещения организовал, если эти самолеты летать не могут, они стоят на земле. Их производят, они стоят, летать не могут. На чем же они летают сейчас? А вот на старых самолетах. По России конфискованных или незаконно переделанных в собственность, то есть были чужие. Я взял в аренду автомобиль Мерседес, а потом сказал, нет, это мой автомобиль, я буду на нем ездить по нашей стране. А позвольте, на каком юридическом основании? Вот так же с самолетами. Ну, переписали их на себя. А вы заплатили за эти самолеты? Нет. А как же вы потом будете запчасти для этих самолетов получать? Ну, тогда занимайтесь каннибализмом. В книге это написано. То есть самолеты один, два, три, несколько разоряют на запчасти. То есть самолеты будут сами себя поедать до тех пор, пока не будет разрешения на получение, официальное получение вот этих вот запчастей для них. Ну, например, той же тормозной системы, той же электроники, той же колесной системы. Колеса ведь тоже изнашиваются при посадке очень часто. А как же получить на них сертификат, если на эти запчасти нет настоящих документов? На них летать-то нельзя, опасно. Ну, вот наши говорят, нет, все нормально, все хорошо. Мы тут им навредили. Почему до сих пор нет собственного авиационного двигателя? Ведь двигатель на вот этом Суперджет-100 чужой. Ну, что ж, может быть, что-то все-таки хорошего еще вам показать. Вот санкции не работают. Давайте посмотрим, почему у нас такое заглавие фильма. Санкции не работают. Санкции не работают. Санкции не работают. Включаем. Россия – абсолютный чемпион. Правда, сегодня речь пойдет не о спорте или науке, а о введенных против страны санкциях. К началу августа ограничения были наложены на свыше 9 тысяч российских компаний и физлиц. Это больше, чем было введено санкции против лидеров последних лет вместе взятых – Ирана, Сирии и Северной Кореи. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов. Расчет был понятен. Нахрапом, насколько смять экономику России не получилось. Очевидно, что это не вышло, не состоялось. Позиция Кремля довольно ясна. Санкции не работают, экономика России справится, станет суверенной, а ограничения сильнее бьют по самому Евросоюзу и США. Так ли это на самом деле? Сегодня об этом и поговорим. Сразу оговорюсь, мы хотим обсудить, как санкции сказываются на России. Тезис о том, что от них сильнее страдает сам Запад, мы обязательно разберем в одном из следующих выпусков. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Это «Пересмотр» — проект, в котором мы разоблачаем слухи, фейт-ньюс и пропаганду. Меня зовут Никита Баталов. Погнали. Чаще всего санкции и правда не работают. Но не в смысле их влияния на экономику, а в том, достигают ли они своих целей, заставляют ли страну отказаться от прежней политики, прекратить войну, не разрабатывать ядерное оружие и так далее. Еще в 1990 году американский политолог Роберт Пейп проанализировал 115 кейсов введения санкций в 20 веке. Лишь в 5% случаев был достигнут ожидаемый результат. Ссылку на исследование мы оставим под этим видео. В 21 веке ситуация не сильно изменилась. Северная Корея все еще проводит ядерные испытания. Иран финансирует террористов. Режимы на Кубе или в Сирии не сменились. Теперь в компании тех стран и Россия, руководство которой пока явно не планирует заканчивать войну. Ничего не поменялось. Я же сказал ранним утром 24 февраля. Я же сказал об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось. Исследователи и политологи констатируют, с политической точки зрения авторитарные режимы не склонны меняться под воздействием санкций. Они приспосабливаются, оказываются в изоляции, пытаются объединить народ перед лицом некоего внешнего врага. Исключения есть, но их немного. Тем более, никогда еще в истории столь масштабные санкции не водились против такой крупной и индустриально развитой страны, как Россия. Но все-таки, как санкции сказываются на экономике и жизни простых людей? Примерно вот так с начала войны начинается едва ли не каждый экономический блок в новостных выпусках на российских телеканалах. Россия пока уверенно справляется с внешними вызовами. Инфляция постепенно замедляется, а курс рубля укрепился настолько, что показывает лучшую динамику среди всех валют мира. Это правда. Агентство Bloomberg в мае действительно называло рубль самой эффективной валютой в мире. Настолько он укрепился. Чувствует ли это обычный россиянин? Пример из обычной жизни. Сегодняшним курсом iPhone 13 Pro, который в США стоит около 1000 долларов, должен продаваться в России за примерно 60 тысяч рублей. Только вот на сайте Связнова он стоит гораздо дороже, от 115 тысяч. Конечно, серая техника будет стоить дешевле. Мы в данном случае говорим об официальных товарах. Рубль, смотрите, как укрепился. Красное табло обменников – народный индикатор состояния российской экономики, на который привыкли ориентироваться люди. Крепкий рубль, дешевле ездить за границу, более доступные импортные товары. Только вот проблема в том, что теперь эта связь перестает работать. Рубль укрепляется из-за жесткой экономической политики. Россия по-прежнему продает нефть и газ на миллиарды долларов, а вот покупает импортных товаров из-за санкций гораздо меньше. Да и вывести валюту за границу или просто купить ее в обменниках и снять со своего счета теперь очень сложно. Как итог, валюты становится много, а тратить ее не на что. Отсюда и крепкий курс, который используют ГосМИ как доказательство, что экономика справляется. Посмотришь на тех, кто уходит, может быть и слава богу, мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже. И оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится. Еще одно утверждение Кремля. Россия может заменить ушедшие компании и делать все сама. На месте Макдональдса откроются вкусные точки. В ГУМе джинсы вместо Левайс теперь продает магазин джинса. А ГосМИ, как в 2014 году, рассказывает, что санкции это окно возможностей. Новый стимул к развитию получили наши производители в условиях антироссийских санкций. Главное, чтобы компании вносили свой вклад именно в импортозамещение. Ушедшие компании за время работы в России в общей сложности инвестировали в страну порядка 600 миллиардов долларов. Колоссальная сумма, сопоставимая с половиной годового ВВП России. Проблема в том, что российская экономика это не только бургеры. Обратите внимание, вот здесь эти бренды тех фирм, которые покинули Россию из-за санкций. Им правительство запретили работать в нашей стране. Вот тут значок Мерседеса, вот значок Мазды, вот другие знакомые вам бренды, вот Адидас. Эта табличка есть в книге. Приобретайте книгу, смотрите, расширяйте свои знания. Книга «Санкции и их влияние на экономику России». Издательство «Директ Медиа», 2023 год. Сыр или джинсы? Да, что-то заменить удается, но работу в стране приостановили и полностью прекратили уже более тысячи компаний. От производителей грузовиков и бытовой химии до разработчиков компьютерных программ и мировых нефтегазовых гигантов. Многие из них, как, например, ИКИА, продолжали выплачивать своим сотрудникам зарплату и после приостановки работы. Заменить всех, безусловно, невозможно, как бы ни пыталось телевидение убедить в обратном. Вот пример довольно типичного репортажа на российском телевидении о том, как региональные предприятия сами производят всё необходимое. Направленные против нашей страны санкции возымели двойной эффект. Пока одни пытались наладить производство без импортных составляющих, другие свою линейку расширили. А всё потому, что давно отдают предпочтение нашему российскому сырью. Главная особенность завода в том, что это предприятие законченного цикла. Процесс производства здесь полностью собственный, начиная от сырья и заканчивая готовыми приборами. Ни от кого не зависят. Примечательная деталь. Рассказывая о ни от кого не зависящем производстве, журналисты показывают станок, на котором крупными буквами написано Made in China. А вот другой репортаж. Ну а теперь про станки. В другой книге, которая выпущена издательством, наша вот Директ Медиа, есть книга о состоянии экономики. Экономическая наша книга. Ну я сейчас её возьму и вам покажу. Ну вот она. В моей библиотеке она есть. И вот мы по ней проводили семинар. Один из первых. Вот Россия и Китай. Вот здесь есть состояние, да, сравнение результатов в экономике и социальной сфере между двумя этими странами. И вот наша экономика, она занимает всего лишь полтора процента от мировой экономики, производства промышленной продукции. А китайская экономика в 10 раз больше. И я сравнивал экономику как двухметрового роста с карликом 20-ти сантиметровым. Такое сравнение понравилось людям. Так вот, почему у нас такая слабая экономика? Да потому что вот этих станков, которые лежат в основе обрабатывающей промышленности, у нас есть свой металл, есть свой уголь, есть электроэнергия, есть рабочая сила. Это производитель, выпускает вот так же вот как в Китае 260 автомобильных заводов. Они производят автомобили больше, чем США и Япония, общепризнанные мировые лидеры в автопроме. Больше, чем эти две страны вместе взятые. 260 автомобильных заводов. А у нас остались только те заводы, которые могут выпускать «Жигули» без АБС, без подушек безопасности, или «Газель» со старыми вариантами, потому что нет новых комплектующих. А почему мы не выпускаем? Потому что у нас станков нет. Вот я читал служебную записку Андрея Реуса, заместителя министра промышленности. Он писал Владимиру Владимировичу Путину, что из 1 миллиона 600 станков требуется замена половины, потому что они выслужили свой срок. Они уже морально и физически устарели. Морально, то есть некоторые станки еще вот при Хрущеве, Брежневе установлены. Это морально, они старые. Нет уже станков числовым программным управлением. Раньше при Хрущеве не выпускались. А что это значит физически устарело? Да потому что допуск при обработке деталей фрезерного или токарного станка должен быть там, ну, допустим, в десятке микрон. А у нас там допуск плюс-минус километр. Будет ли хорошо работать коробка передач или там другая часть агрегата автомобиля, если она сделана на таком разболтанном оборудовании. Ну, так вот, Владимир Путин, президент, написал резолюцию на этом служебной записке, на этом письме, что обойдемся собственными силами. А он просил 800 миллиардов рублей на то, чтобы заменить станочный парк на новый. Тогда еще не было санкций. Это письмо написано до 2014 года, то есть 10 лет назад, в 2013 году. И самого Андрея Реуса уже там нет в этом министерстве. Его сняли, чтобы не лез с неудобными вопросами к руководству. И вот из этих вот, да, эти 800 миллиардов рублей, которые нужно было купить, закупить, станки, потратили на организацию саммита ЕС. Об этом сообщил губернатор Даркин, Сергей Даркин. Его потом быстренько сняли с губернаторства. Его нет там. Один только мост на остров Русский, где проходил саммит, обошелся в 200 миллиардов рублей. Четверть от требуемой суммы для замены оборудования. И так собственными силами, написал президент. Отпоройтесь в интернете, сколько станков металлорежущих выпускает собственная Россия в год. От двух тысяч до четырех тысяч. Советский Союз выпускал 127 тысяч станков. Ну вот возьмем максимум. Четыре тысячи металлорежущих станков. Это, значит, токарных, фрезерных, северлильных. Не считая кузнечно-прессового оборудования, другое. Так вот, четыре тысячи. Миллион шестьсот. Или тысяча шестьсот. Тысяча станков. Делим на четыре тысячи, получается, четыреста лет на замену оборудования. А какие жигули у нас четыреста лет? Какой станок у нас четыреста лет может работать? А нам санкции закрыли. Поставку вот этих вот станочного оборудования, станков. Это есть промышленность тяжелая группа А. Почему Советский Союз так спокойно относился к этим санкциям, когда им закрыли? Да потому что благодаря сталинской индустриализации импорт в Россию не превышал одного процента. Один процент всего. Всего промышленного производства это был импорт. А сейчас импорт составляет вот еще до станции, которые опубликовало Министерство промышленной торговли. Вот я могу вам сейчас сказать, у меня это есть в этой книге, чтобы не быть голословленным. Пожалуйста, вот станкостроение. Министерство промышленного строения 70-90% в зависимости от видов станков. Фармацевтика 80%. Одежда и обувь или легкая промышленность 80-90% и так далее. Вот какая зависимость от импорта. А где же был наш мантру? Почему он такую зависимость допустил? Почему планы по реализации политики импортозамещения не сработали? Так сейчас надо не импортозамещением уже о нем думать, а импортонезависимости. Вот тогда страна будет производить столько, сколько в Китае, или столько, сколько в США. Они будут независимы. И эти санкции все, они просто будут, ну как дробинка слонов. А пока это очень ощутимо. Вот такой комментарий у меня к этому вот фильму. Так что не всегда все радужно о том, что мы видим с экранов телевидения. Иногда можно покопаться в других источниках, в книгах, в интернете и посмотреть истинное состояние экономики. Какой у нас может быть автопром, как он может выпускать новую технику, если мы не имеем ни своих новых станков, ни своих технологий. Есть так называемые высокие технологии. То есть те, основанные на IT-сферах, основанные на станках с числовым программным управлением. Где это все? Нам главное газопроводы, нефтепроводы, танкеры. А как же собственное производство, собственные автомобили? Мы можем сейчас выпускать собственные Мерседесы, собственные Боинги, к сожалению, нет. Потому что наша обрабатывающая промышленность не имеет главного, не имеет своих станков. Станочный парк, к сожалению, мало. Вот я родился в Егорьевском районе, и там у нас был станкостроительный завод под названием Комсомолец в городе Егорьевске. Так его же закрыли. Станки, металлолом. Что он производит сейчас? И так со многими заводами. К сожалению, это так. 90-е, лихие 90-е нанесли непоправимый ущерб. И это вот Ельцин, ему еще будет икаться. Он разорил нашу промышленность. На 55% промышленность Российской Федерации ухнула в ельцинские 90-е годы. Фашисты нанесли урон 33%, а Ельцин 55%. Кто больше враг нашей стране? Поэтому я тоже за то, чтобы закрыть Ельцин-центр, и не сильно его пропагандировать. Вот он и дал дорогу нашему Путину. Вот так. Ну что, давайте еще что-нибудь посмотрим. Ну, например, 10-й. Это санкции Запада. Или нет? Сначала вот этот, наверное. Новые санкции. Это вот это вот, G7. G7 – это великая тройка. Это самые могущественные страны мира по промышленному производству, которые объединились в этот клуб. Там и было, и при Ельцине это было G8. Но нас, Россию, оттуда попросили. И вот теперь послушаем, что говорят эти ведущие страны по отношению России. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и руководитель МВФ Кристалина Георгиева прибыли в Хиросиму для участия в саммите Большой Семерки. Главы международных организаций съезжаются в Японию на фоне ужесточения западными лидерами санкций в отношении России за вторжение в Украину. Выступая перед журналистами, премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к президенту России. Владимир Путин выступил с посланием к коллективному Западу и обвинил его в стремлении расколоть народ России. На все наше общество. Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал. Экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Вслед за США и Великобританией страны ЕС сообщили об ограничении объемов поставок российских алмазов. Да, санкции это прежде всего ограничения, запреты. И вот эти запреты, эти ограничения и составляют санкционные давления, санкционную политику. Она будет продолжаться. 50 стран объединились против военного, что ли, в военном сообществе, вот этот «Рамштайн», чтобы помочь Украине выстоять под натиском российских доблестных вооруженных сил. Вот из-за того, что там 50 стран, поэтому так и медленно идет эта операция. Поэтому неизвестно, сколько еще она продлится. А санкции будут до тех пор, пока не будут урегулированы проблемы, возникшие на Юго-Востоке и других регионах Украины. Конечно, судьба будет решаться о том, как наши выстоят против этого контрнаступа. Я вот, как бывший военный, говорила Анна Ивановна, что я ездил на 50-летие выпуска из военного училища. Мы еще тогда проходили историю военного искусства и изучали нашу Курскую битву. Там ведь благодаря нашему полководству Жукову мы перешли заблаговременно к стратегической высокоэшелонированной обороне. И когда фашисты потеряли свои мощные наступательные и технику, и личный состав своей возможности, и тогда мы на ослабленного врага перешли в наступление. Это было завершение коренного перелома. Очевидно, опыт Великой Отечественной войны используется и нынешними нашими генералами. Вот я слышал высказывание, что генералов много, а полководцев мало. Да, действительно, нам нужны такие, как Жуков, которые правильно используют и технику, и личный состав, берегут его. Но я надеюсь, что там на полях сражений наши победят. Потому что опыт приходит не сразу, мы тоже долго молча отступали, обидно было, боя ждали, ворчали старики. Но это из Лермонтова. И вот тут теперь мы видим, что наши изматывают вооруженные силы Украины, поражая, как сказал президент, за неделю до 200 танков, 241, чтобы так же он сказал, большое количество личного состава, что мобилизационные ресурсы у них скудные, а у нас все-таки население 145 миллионов, это в 3-4 раза больше, чем сейчас возможности Украины. Поэтому я считаю, что моб-ресурсы выше, промышленность у нас работает сейчас день и ночь, особенно военная промышленность. Надо отдать должное президенту, он как будто знал, что может начаться СВО, как будто знал. И поэтому 20 триллионов российских рублей были направлены на перевооружение армии, на создание мощного военно-промышленного потенциала. Мой племянник работает в службе безопасности Нижне-Тагильского танкового завода, он говорит, что там работают в три смены, выпускают новые современные танки, которые скоро поступят на поля сражения в наши части соединения и объединения, которые ведут борьбу с международным империализмом в лице США. И вот я думаю, что все-таки наш потенциал выстоит и одержит победу. Но опять же за счет промышленности наши санкции должны учить тому, чтобы заранее беспокоиться. Не идти на охоту собак кормить, а собак и готовить заранее. Также здесь промышленность должна развиваться заранее до санкций, а не во время санкций хотят. Ну что ж, пусть лучше поздно, чем никогда. Нужно подумать о своей экономической мощной, такой, какой была у нас накануне Великой Отечественной войны. Только благодаря нашему Сталину, нашей промышленности, которую он создал под его руководством, наш народ создал. И была создана база для победы над фашизмом, военно-промышленный потенциал, который выпускал и Катюши, и Т-34, и корабли, и все остальное оружие, что помогло выстоять. Да, 1418 дней и ночей мы выстояли. Недавно День Победы отмечали, но со слезами на глазах, много погибло людей. Вот эти санкции, они, конечно, увеличивают наши жертвы сегодня. Потому что не хватает того, не хватает этого, не хватает беспилотников. Почему у нас их не выпускали? То ли командиры не знали, что нужны в современном бою беспилотники, но как же опыт Сирии, надо было это использовать, опыт в других горячих точках. Ну вот, видите, и спутники, я вот написал книгу о борьбе с коррупцией в нашей стране. Вот там есть Рогозин, Дмитрий Рогозин, политик, журналиста, поставили руководить Роскосмосом. Ну что же это руководил? Если украинцы видят наши танки, скопление танков, и наносят удар по их геолокации, по этому району, то только спустя год наши стали это теперь видеть и поражать боевую технику противника. Но ведь можно было это сделать раньше, но ведь раньше у нас не было вот такой вот армады спутников. 20 тысяч спутников, в том числе шпионов, летает американских над нашей территорией, на территорию Украины и видят диспозиции, дислокации, пункты управления и все остальное. Почему у нас этого нет? И вот недавно, когда приезжал к нам в гости Сизин Пин, наш президент попросил его объединить усилия и создать спутниковую группировку с тем, чтобы мы имели глаза и уши, без которых армии, разведки не обойтись. Современная война требует и современные средства. Еще дедушка Ленин говорил, для ведения войны по-настоящему мы находим крепкий, организованный тыл. Вот это и нужен нам сейчас. Тыл основан на промышленности, на могучей промышленности, собственной промышленности, без импортных комплектующих. Поэтому нужна реиндустриализация. Ну что ж, теперь я еще вам хочу еще один фильм показать. Вот такой. Это вот западные санкции, их влияние на Россию. Это у нас, мы его еще, этот фильм, не смотрели. Но давайте послушаем. Год назад Альянс демократических государств во главе с Большой Семеркой отреагировал на вторжение России в Украину объявлением экономической войны России, экономической войны, которая велась не с помощью оружия. Нет, нет, нет. Борьба с этим велась с помощью санкций, которые, по словам председателя Европейской комиссии фон Дерляйон, были бы весьма внушительными. Для России это обернется огромными издержками, издержками, которые еще больше изолируют Россию от международной финансовой системы и наших экономик. Именно тогда и была поставлена цель введения этих санкций. Это делается для того, чтобы лишить Путина возможности финансировать свою военную машину. Но сейчас именно путинская военная машина готовится к новому наступлению. В то время как украинская армия, поддерживаемая Большой Семеркой, как сообщается, испытывает нехватку ресурсов. Итак, почему же по прошествии одного года санкции против России не оправдали ожиданий? Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно кратко изложить некоторые из основных санкций и контрмер, принятых в ходе экономической войны. Тогда мы сможем судить о том, насколько сильно санкции действительно повредили экономики, валютам и военным усилиям как России, так и союзников. Затем мы можем использовать это для извлечения некоторых ключевых извлеченных уроков, которые, в свою очередь, помогут нам оценить, как может выглядеть следующий этап экономической войны. Так что давайте вернемся в прошлое, прямо к моменту вторжения России. Незадолго до войны, несмотря на то, что после вторжения России в Крым в 2014 году уже действовало довольно много санкций, между европейскими союзниками и Россией все еще существовала сильная торговая зависимость. И да, вы правильно в этом убедились. Хотя альянс стран, которые ввели санкции против России, по большей части состоит из таких гигантов, как Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты, я в основном сосредоточусь на европейских... Вы слышали? Южную Корею назвали гигантом. Как вы думаете, ошибся этот парень или нет, назвав маленькую страну, Южную Корею, которая помещается на полуоставе Камчатка, российском, два раза по площади, два раза может разместиться эта держава экономическая. Население там 53 миллиона человек. Это в три раза меньше практически, чем в России. А вы знаете, что по прошлому году Южная Корея произвела продукции больше, чем на 100 миллиардов долларов, больше, чем большая, огромная наша Россия. Получается, Камчатка работала, а вся остальная России нет. Вот вам Южная Корея. В других странах, поскольку они наиболее тесно интегрированы с российской экономикой. Когда речь заходит о торговле, можно примерно сказать, что Европа полагалась на Россию в плане поставок сырья и энергоносителей в виде нефти и газа. В то же время Россия в значительной степени зависела от Европы в плане поставок лекарств, а также современного оборудования и микрочипов. Что касается финансовой стороны, ой, друзья мои, вот тут он сейчас сказал о лекарствах, я вспомнил. Еще в 2014 году Директ Медиа опубликовала мою монографию «Импортозамещение. Проблемы и перспективы». И я там высказал опасения, которые должны были, это опасения должны были немножко настроить на рабочий лад нашего социолога, министра промышленности и торговли Мантурова. Мантурова, что если перекроют поставку лекарств в Россию западные страны, ведь у нас импортозависимость до 90% лекарства импортные. У нас своего так мало производится. Ведь тогда, если не будет свой инсулин, инсунил, инсулина, то тогда наши диабетчики ведь умрут. А сердечно-сосудистые заболевания лечить надо лекарствами, которые снижают холестерин, которые улучшают работу сердца, разжижают кровь и так далее. Ведь этого у нас производится недостаточно. И сейчас, к сожалению, импорт превышает 75%. Это еще надо сказать спасибо Дмитрию Медведеву, когда он начал, когда он был президентом, он развернул компанию по строительству фармацевтических предприятий. И он говорил, что нужно выпускать такие товары, которые помогают избежать смертей сердечно-сосудистых. Ведь Лео Бакерия, наш известный кардиохирург, сказал, что в год гибнет 1 миллион 600 тысяч больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. в Германии лечат этот недуг с помощью операции, устанавливают аортокоронарные шунты. Вот такие были установлены Ельцину, он 10 лет лишних прожил. Наша Пугачева, Явлинские делали операцию в Германии. Вот как раз и сейчас у нас тоже умеет это делать, но нужно импортные материалы, импортные технологии. До сих пор мы, к сожалению, не развернулись в полную силу, а ведь аортокоронарное шунтирование в Германии делают, как у нас операция аппендицина, то есть это уже довольно-таки на поток поставлено, что ли, довольно-таки простая для них операция, а у нас только в кардиоцентрах, и то не везде, а в глубинке типа нашего Шебекина нету кардиоцентра, а если попасть в Москву, так там квоты, а будет ли больной ждать, когда ему эта квота придет, вот ведь тоже о чем надо подумать, о медицинской промышленности, фармацевтической. Финансовой стороны, то европейские банки финансировали развитие технологически развитых отраслей промышленности и, в частности, разведку труднодоступных энергетических месторождений, в то же время большая часть ну честь и хвала им. Так вот, поскольку вы в основном полагаетесь на газ, проходящий по этим трубопроводам, заменить его газом от других поставщиков, я, наверное, лучше перескажу этот, о чем он говорит, о том, что не учли, не учли, что свою зависимость большую от российского газа, и что им трудно перенастроиться, поэтому все равно даже во время спецоперации из России поступает газ в Украину и через украинскую газотранспортную магистраль страны Европы. Идут боевые действия, есть разные фронты, а газ по-прежнему поступает. То есть, здесь, благодаря ошибке наших зарубежных партнеров, они не могут исключить полностью. Правда, вот уже решили отрезать полностью нефтепровод «Дружба», построенный еще во времена Леонида Ильича Брежнева, так называемый период застоя и стагнации, хотя при Брежне мы опережали развитие по темпам роста промышленности в полтора раза, Англию, Францию, Германию и даже США. И за 18 брежневских лет в пять раз повысили ВВП или национальный доход, воловой внутренний продукт, столько производили за 18 лет в пять в пять раз увеличили свою экономику. А вот при сегодняшних темпах прироста иногда минусовых, нулевых, вот мы сейчас ушли в минус на два с половиной по сравнению с прошлым годом, мы не можем достичь таких темпов и удвоение ВВП за 20 лет даже не произошло. За 20 лет не удвоение, при в годах застоя, который ярлычок повесили некоторые пропагандисты наши, то в пять раз, а китайцы за 40 лет реформ в 50 раз увеличили свою экономику. Вот надо брать пример. Если ездить туда и смотреть надо не как там карнавалы проводятся, а нужно смотреть как они этого достигли. перенимать. Ну что ж, давайте еще посмотрим. Это уже странно. Мы ожидали, что экономика рухнет. Я уже вам начал показывать кусочки из западных фильмов, что они в растерянности. Как же так? Мы объявили столько санкций, кто-то подсчитал более 10 тысяч разных запретов, разного рода ограничений, они по-прежнему живы. Вот они сейчас рассуждают. Вот давайте послушаем. Мы ожидали годы спада, годы удушья для России. И вот последние прогнозы МВФ о росте говорят нам прямо противоположно. Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года может быть выше, чем в Европейском Союзе или Соединенных Штатах. Нам присоединяется Паскаль Перри, он много работал над этим делом. Вы тоже были озадачены этими прогнозами Международного валютного фонда. Это не российская пропаганда, это говорит Международный валютный фонд. Добрый вечер, Паскаль, спасибо, что вы с нами. Во-первых, что конкретно говорит МВФ. Вот основные моменты с Фанни Вейл. Добрый вечер. Добрый вечер, Дэвид. Добрый вечер. Значит российская экономика не так уж плоха. В ближайшие месяцы она будет даже в довольно хорошем состоянии. И да, цифры МВФ вызывают сенсацию. Их два. В 2023 в этом году плюс 0,3 процентный рост в России. То есть Россия избежала бы рецессии. А в 2024 в следующем году плюс 2,1 процент роста. Другими словами, Россия в 2024 будет лучше, чем Европа и Соединенные Штаты. Еврозона составит 6,5 процентов, Соединенные год-2022, который только что закончился. Это снижение в конечном итоге составит... вот это статистика, или прогноз, вернее, не статистика, а прогноз наших противников говорит, что мы можем жить лучше. Наша экономика, как правильно сказал президент, оправилась от этого воздействия санкционного давления первый год самого массированного 10 тысяч санкций и продолжает развиваться. Я хочу сказать, что вот этот прогноз может исполниться при одном важном условии. А условие это важное называется взаимодействие власти и бизнеса. Почему это важное условие? А вот почему. Вот в этой книге о санкциях говорится о том, что Владимир Владимирович, президент нашей страны, призвал предпринимателей, бизнесменов, коммерсантов вкладывать оставшиеся накопления, которые у них остались здесь в России, остальные там они заморожены на Западе, оставшиеся накопления инвестировать в отечественные предприятия, создавая новые предприятия и новые рабочие места. для того, чтобы наши коммерсанты поверили Владимиру Владимировичу Путину, председателю правительства и другим министрам, нужно, чтобы они забыли статистику. Я только для вас, для слушателей, какую статистику вот в нашей стране нужно забыть. или не столько статистику, от каких действий наше государство в отношении бизнесменов должно отказаться. В 2010 году, я начал с этого года, чтобы вот за последние десятилетия посмотреть, а как у нас власть относилась к бизнесменам, которые должны создавать новые предприятия, новые рабочие места, развивать, допустим, авиастроение, автостроение, кораблестроение и другое строение. Вот в 2010 году было арестовано 281 тысяча 300 бизнесменов. В 2011 240 тысяч 200, в 2012 году 235 тысяч, в 2013 225 тысяч 200, в 2014 212 тысяч, в 2015 я потом продолжу. И вот в 2014 году Владимир Владимирович выступает с очередным своим посланием в Кремлевском дворце и обнародует эти факты, подтверждает статистику, которую я вам начал приводить. В 2014 году следственные органы возбудили около, ну тут у меня 214, ладно, не будем, около 200 тысяч уголовных дел по так называемому экономическому составу, за экономические преступления. Только 15 процентов дел закончились вынесением вердикта, а свыше 80 процентов потеряли бизнес либо полностью, либо частично. То есть их арестовывают для того, чтобы у них отобрать бизнес. Вот вам взаимодействие. И что же получилось в 2015 году? Ну конечно, раз президент сказал, не надо арестовывать бизнесмена, а как откажешься от такого лакомого куска. И в 2015 несмотря на указания президента был арестован согласно олдбудсмена Борис Титов. Он был, защищал права бизнесменов. Он олдбудсмен при президенте Российской Федерации. Кстати, он ушел с этой должности в виде бесперспективности своей работы. В 2015 году 255 Путин говорил о 200 тысячах арестованных бизнесменов, посаженных за решетку. А теперь стало 255 тысяч. В 2016 году 240, в 2017 241, в 2018 239 415, но я буду округлять. В 2019 году 317 тысяч, в 2020 году 289 тысяч, в 2021 году 271 тысяча, в 222 году 268 тысяч. Итого за 2020, ой, 2010 и 2022 год было арестовано свыше трех тысяч бизнесменов. Три миллиона бизнесменов сидели за решетку. и судя по статистике нашего президента ВВ Путина, 83% из них потеряли полностью или частично свой бизнес. Конечно, это не прошло для наших бизнесменов бесследно, и они стали вывозить капитал за границу, в офшоры. И вот за эти годы, которые я сказал, вывезено за границу 1 триллион 87 миллиардов долларов или свыше 86 триллионов рублей. Это автором подсчитано мною по данным Центрального банка России сведений из открытой печати. Свыше 1 триллиона вывезли за границу, не вкладывая в отечественную экономику. Вот почему я не уверен, что если это будет продолжаться и далее, наша экономика воспрянет и так будет противостоять этим антироссийским санкциям. Понимаете? Надо перестроить свои отношения. Мы выпустили книгу с Директ Медиа, называется она «Власть и бизнес». Вот эта книга. Она есть на сайте Директ Медиа, и можете посмотреть, тут есть и сведения об авторе вашем покорном слуге. Вот здесь эти есть цифры, которые я говорю, они тут приведены, и другие еще факты, которые говорят о том, что не очень-то здорово относятся у нас к бизнесменам по-прежнему, потому что хотят прикормить бизнес, получить, это же относится к этим правоохранительным структурам. Не зря же у полковника МВД было обнаружено 8,5 миллиардов рублей, была даже целая квартира сейф, где он хранил наличные деньги. Или у другого подполковника ФСБ Черкалина обнаружили 12 миллиардов рублей. Все это они получили от бизнеса благодаря взяткам, а они должны были бороться с коррупцией, а сами ее занимались. Вот эта государственная проблема еще не решила. По уровню коррупции наша страна находится в группе стран, относящихся к странам национального позора. 136 место из 170 по уровню коррупции, по уровню борьбы с коррупцией, то есть коррупция зашкаливает. Ну об этом есть тоже у нас книга на Директ Минюн почитайте. Вот поэтому я говорю, что санкции даже как ковид усиливает, бьет по самым узким местам, так и санкции заставляет задуматься, все ли у нас сделано для того, чтобы противостоять. Ведь еще борьба не закончилась. Спецоперация не завершилась успехом, она еще не выполнила свои главные цели демилитаризация и геноцификация, о котором говорил президент. когда закончится, не знаю, поэтому надо быть готовым к тому, чтобы продолжать вот это вот ведение боевых действий. А ведь политика это есть, война это есть продолжение политики, но иными средствами. И чтобы ее победить в этой войне, нужно иметь крепкую промышленность, а значит и наладить отношения с бизнесменами. Вот вкратце то, что мне хотелось вам сказать про санкции и что нас может ожидать впереди. Ожидать нам еще будут трудные времена. Конечно, да, есть еще у нас и другие возможности противостоять санкциям, но самое главное в том, что нужно держаться, нужно крепить единство, нужно быть единым боевым лагерем, как это было в годы Великой Отечественной войны. Все для фронта, все для победы. Мы победим. Спасибо. Владимир Викторович, спасибо вам огромное. Мне кажется, мы готовы были сидеть еще полдня, потому что тема действительно очень интересная. У нас есть и вопросы, которые наши слушатели задают в этой теме, и они все классные. Но, коллеги, я думаю, что самым лучшим ответом будет изучение книги, которую Владимир Викторович написал. Там есть ответы на многие вопросы. Да, на все вопросы, которые вы сегодня задали в чате нашего вебинара, есть ответы на эти вопросы. Так что я всех призываю почитать. Приобрести. Обязательно приобрести, почитать. Это замечательное подведение, анализ, наверное, даже не подведение итогов санкционной политики Запада, потому что она будет еще долгие-долгие годы, а вот анализ такой промежуточный, он, конечно, незаменимый. То, как вы его сделали, Владимир Викторович, это, конечно, совершенно старался. Я вас благодарю, коллеги, мы с вами прощаемся до сентября, октября, до нового вебинарного года. Владимир Викторович, ну, я думаю, что надо делать цикл, как хотите. Хорошо. Спасибо вам огромное, друзья, всем хорошего лета, хорошего настроения, до свидания, до новых встреч. Спасибо. И вам всего хорошего. Спасибо.